Девочки, хотите рецепт такого вкусного пирога? Тогда досмотрите это видео до конца. В чашку добавляем одно яйцо, полстакана сахара. Стакан у меня 250 граммовый. Хорошо перемешаю сейчас яйцо с сахаром. Добавляю сюда стакан тёплого молочка. Немножко опять перемешаем. И добавляю дрожжи. Одна неполная столовая ложка. Это где-то грамм 7, наверное. И 1 четвёртая стакана растительного масла. 50 грамм. Опять всё перемешиваю. И просеиваю сюда муку. Муку буду добавлять 500 грамм. Но вы каждый смотрите по своей муке. У кого-то может уйти больше, у кого-то меньше. Смотрите по консистенции теста. Тесто должно быть не сильно тугое. Средней консистенции. Соберу сначала ложкой в чашке всё. Потом ложку убираю. И буду вымешивать уже рукой. Тесто у меня получилось вот такое. Оно совершенно не липнет ни к рукам, ни к столу. Скатываем небольшой колобочек. Убираю в чашку, смазанную растительным маслом. Накрываю крышку. И где-то на часик. Здесь у меня 350 грамм творога. Начинку для этого пирога вы можете брать любую. Но я решила сделать творожные. Творог хорошо размяла. Добавляю теперь сюда 1 белок. Желток у нас уйдёт на смазывание. Пол стакана сахара. Это где-то 5 столовых ложек. И всё хорошо опять перемешиваю. Также хочу добавить сюда 1 столовую ложку крахмала. Крахмал добавляйте по желанию. Его можно не добавлять. И опять всё хорошо перемешаю. И всё. Наша начинка уже готова. Тесто простояло у меня чуть больше часа. Так хорошо оно у меня поднялось. Выкладываю его на стол, смазанный растительным маслом. И сейчас нужно будет разделить наше тесто на 13 частей. 12 я сделаю одинакового размера. 13 чуть поменьше. Делю тесто сначала напополам. И потом каждую половинку делю на 6 частей. Тесто получилось просто шикарное. При разделке не требует дополнительной присыпки мукой, ни добавления лишнего растительного масла. Теперь каждый кусочек нужно скатать в шарик. Кусочки у меня где-то по 70 грамм. И убираю все наши шарики на расстойку. Минут на 15, на 20. И начинаем готовить наш пирог. Раскатываю тесто 20 сантиметров на 2 миллиметра толщиной. И укладываю теперь сюда нашу начинку. Нашу творожную начинку кладу на одну половинку. Это где-то одна столовая ложка. Закрываю второй половинкой теста. Придавливаю немножко. И теперь беру вилку и делаю примерно, как вы готовите чебуряки. Вот так хорошо придавливаю. Для надежности пройду еще раз, чтобы хорошо прижалось тесто. И вот такой чебурек у нас получается. И точно так же хочу сделать немного с повидлом. Закрываю тесто. И хорошо прохожу вилочкой. И так разделываю все наши колобочки. Делаю вот такие вот булочки. Форму, которую я буду использовать, объемом 25 сантиметров. Я застелила ее пергаментной бумагой. И хорошо смазала ее растительным маслом. И теперь вот так укладываю наши чебуреки. Еще раз вилочкой прохожу. На первый ряд у меня ушло 7 таких вот булочек чебуреков. Пирог получается очень мягкий, очень нежный, очень вкусный и очень красивый. Я уверена, что вы такое еще не готовили. И точно так же укладываю второй ряд. В серединку, который самый маленький кусочек, тоже раскатала, положила начинку и просто вот так собираю. Делаю вот такой вот кружочек и положу его в центр. Смазываю яйцом с добавлением немного молочка. Украшаю маком только серединку. Остальные булочки просто смазываю вот так яйцом и молочком. Перед тем, как смазать наш пирог, он простоял у меня полчаса на подъеме и вот так хорошо поднялся. Готовилось у меня полчаса, 180 градусов, режим вверх-вниз. Готовый пирог присыпаю сахарной пудрой в краешки. Вот такой красавчик у нас получился. Посмотрите, какой он получается нежный. Очень мягкий. И очень много начинки. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok